Фонда Возрождения два года. За это время проделана колоссальная работа по восстановлению жемчужин Татарстана, острова Града-Сивьярск и города Болгар. Посмотреть на них приезжает со всего света. Возрождение Болгара и Сивьярска началось в стенах Казанского Кремля. В феврале 2010-го тогда еще президент республики, а ныне госсоветник Ментимир Шаймиев подписал указ о создании фонда Возрождения. Вот так, с чистого листа и началось восстановление исторических объектов. Разрушенные и полуразрушенные здания, стены с огромными трещинами. Так все было два года назад на обоих объектах. Теперь, к примеру, в Сивьярске появились газ, свет, а многие жители смогли переехать из ветхих построек. Когда было озвучено, что это инициатива Ментимир Шариповича, он сам об этом всеуслышание заявил. В общем, сразу стало ясно, что сейчас начнется очень интенсивная и серьезная работа. Очень значимым было создание инфраструктуры. В самом Сивьярске. Тишину строители нарушили и в Болгаре. Возрождение идет не меньшими темпами. Уже этим летом здесь появится музей хлеба, дом лекаря, а также комплекс мечети и медресе Болгар. И переедет самый большой в мире Коран. Никто не верил, что будет такое огромное строительство и за короткий период смогут восстановить и раскопать. Там же идут еще и раскопки. Раскопали, например, останки Ханского дворца и очень много-много объектов. И никто не представлял даже. И к этому всему имеют отношения простые жители республики. За два года были перечислены миллионы рублей. В проект поверили во многом благодаря личности инициатора, первого президента республики. Опыт был Кремля. Вот Кремль, я там тоже был одним из авторов, когда начинали еще, здесь эта разруха была полная. И вот сегодня уже миллион посетителей. Интерес сразу возник и таким объектам, как Болгар и Свиярск. Казань, Болгар, Свиярск. Теперь туристы колесят по этому маршруту. К объектам истории теперь уж точно не зарастет народная тропа. Диана Василова, Равкадзиединов, Вести, Татарстан.